господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного события дня номер 734 филиппийцам 128 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение и сия от бога за 16 декабря 2017 года гусейна врустам игнатий тихонович мир вам можете пожалуйста помолиться за меня чтобы я нашел для себя полезную физическую работу и чтобы можно было не только проветрить голову но и заработать на хлеб своим трудом и руками во славу господа да поможет господь да благословит и подаст необходимое попутно хочу сказать вот когда люди специальности какие-то выбирает экономист смотрит что-то еще историк в школе там это считаю что обрек себя на всю жизнь кого не может же он любить то что и ничего не приносит экономик у нас откончил тут один экономический то сваршиком пошел работать другое другое закончил такое же не нужно вот они наплодили сейчас разные менеджеры никому не нужен юристов этих сегодня столько юридически выпустил то и поэтому законы надо запутать чтобы никто не разобрался они учились создают для работы но явно видно что у нас выписать из книги домовой человека нужно но восемь лет его нету высчитывая деньги спросили он не думает возвращаться и и за границу уехал то и оттуда справку прислал не выписывает им все высчитывает за мусор заводу 8 лет высчитывает только через суд а суд это уже здание восьмиэтажное нам кабинет какой назначили никого нет около кабинета одни мы за назначили до этого составляли ездили там что нужно как выселить я буду выселять то никого нету человека то у них выселить они дальше пошли ну вот я буду еще ну то нет человека вы для выселения это действительно нужно там милиция как-то вытаскивать или вещи куда-то девать его нету и уехал хороший человек прописанные домашний наш молчат теперь назначили через месяц пришли судья документы смотрят все а я хозяин или ду думавая на меня записано ну что еще нужно дальше справок этих что суд решил мировое соглашение мне мэр города подписался подписи столько 19 документов но с этим еще 21 документ ну разные там планы все и везде показано что я хозяин еще подобного оригинал нужен до оригинала и нету где-то был пожар погибло может быть ну копия сходил там организация особая тоже надо платить теперь опять еще не сказали ну ладно через месяц еще приходите а сидит ладно помощник подполковника его какое звание у самого судьи не знаю секретарь кабинета огромный кабинет зачем такой огромный кабинет ну там разбить это четыре приемных можно сделать все еще сделали ничего я сам не хожу машину такси нанимаю меня свозили туда далеко далеком другом конце и там транспорта не ходит туда и живут а тут близко каби ну то есть нарочно делает как солженицын в архипелаге гулаг говорит они арестовывают сажают дескать ну все вот круги первом показано везде находят враги 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 потому штаты надо раздувать сам работает сыновей дочерей всех пристроил в эту систему один пишет здравствуйте дайте мне пожалуйста ссылку на скачивать данные нарушениях церковных канонов спаси господи с уважением станислав николаевич кривородько когда фамилии то давали видимо был какой-то косородый человек и по нему дали кривородка понятно слово кривой кривой рот это рот вот так еще с криволапов вот я все взялась сиволапов там такие фамилии попутно сказать все таки с фантазией бы люди я отвечаю эту тему должен каждый составить сам считая каноны во всей книге правил и сравнивая состоянием на сей день в храмах и во всей жизни общий результат таков я могу сказать всего правил было девятьсот восемьдесят девять с декреталиями юстиниана теперь действующих 719 правил из них постоянно ежедневно умышленно целенаправленно превыще нарушается 413 то есть пятьдесят семь процентов работающий в храме или служащий в алтаре найдет быть может больше нарушений я-то снаружи стою бачан димитрий понял спасибо там и на тихо я еще хотел узнать я видел в одном видео вы общались с врачом вы ему посоветовали что можно собирать себя вместе со знакомыми изучать библию как отвечать на вопросы знакомых почему я в церковь не хожу здесь рядом нет церквей или какой конфессии я принадлежу я когда жил в москве ходил храм а в италии нашел пару но недалеко что мне делать я хочу креститься и участвовать в таинство искать тут храм или ездить в россию отвечаю в этом году к нам потеряевку приезжал человек и принял истинное святое крещение по словам конфессии вот откуда приезжал из италии тоже из италии по словам конфессии дьявол скрыл слово ересь какой ереси тебе ходить приезжали года четыре тому назад группа из германии приняли тут крещение собираться вот все это написано второй том это как открытым оком моей книги зайди на наш сайт во свете библии сайт во свете библии знаете лапкин тем более книги сейчас эти выставлять буду еще и отдельно на ю тубе и второй том открытым оком как беседовать с разными сектантами с разными второй том показывает как образовывать кружки помощь священнику заниматься там пособия по изучению евангелия от марка четвертый как беседовать с какой группой людей это книги подобные там допустим разбираются люди там 14 разных положений один не верит в бога другой библию третий успеющего как какое место писания взять для него сергей игнатов пишет там они с руссамом что-то переписываются на меня скинули это спаси христос смотрел ю тубе события дня по номером 721 иисус новин на не отходит себя книга закона от уст твоих за 3 декабря игнатий тихонов считал письма твое тоже в том числе от твоей оценки моей скромной персоны руссам он пишет обиды не таю но мнение твое не разделяю как-нибудь потолкуем по skype если захочешь руссам гусей напишет я же написал что извиняюсь хотя бы на мой вопрос тогда так и не ответили а я горел на тот момент созданием общины какое желание это понятно что и поэтому не обижайтесь а за лизоблюда прошу прощения я очень плохой христианин игнатий тихонович я тоже написал после этого что я ошибался и самая моя корневая проблема эта проблема во мне спаси христос из моего сообщения в скайпе лапкин игнатию тихоновичу от восьмого по московскому времени гусейна врус там встреча пришедшего нам гостя с украины игнатова сергея а я его ли за блюдом называла я я сколько я дров то нарубил то есть он мучился гусейна врус там у вас теперь две страницы или три в скайпе это он готов ну лил игнатов отвечает сергей гусейна врус там мир вам я вас поносил думал плохо вас плохой я христианин вот кстати мое сообщение на первую страницу в скайпе сергей игнатов вот на которой не было никакой реакции впрочем как и на остальные предыдущие поэтому тут как бы обижаться в вашем случае грешно но это мое мнение откровение святого иоанна богослова глава 3 14 и ангелу ладикейской церкви напиши так говорит аминь свидетель верной истины начало создания божия знаю твои дела ты не холоде не горячь о если бы это был холоден или горячь но как ты тепл а не горячий не холоден то извергну тебя из уст моих поэтому мир вам и всего хорошего больше ответа никакой реакции от сергея игнатова не поступало вопрос закрыт слава богу но потом опять пойдет и в тушенко сергей хорошо как закончу с житиями попробую заняться этим материалом его обрабатывать будет проще житьями проблема в том что каталог не соответствует файлов залитым на сайте похоже их обновляли и залили по-новому все сбилось время немного уходит для обработки и нарезки аудио того же нет хронометража файл в орде каталог на жития я буду обновлять по мере подвижения работы то есть жития 1173 жития пока не ошибаюсь а уже около 300 были поставлены но остальные надо найти какие не поставлены среди них и выставить вот на ю тубе и тушенко сергей игнатий тихон еще вас кроме сайта больше нигде не сохранились файлы по житьям святых где-то сохранились но где где они сохранились где-то на дисках отдельно хранятся я не знаю кому я отдал или отдал в администрацию наших ресурсов не могу найти файл один или два во втором веке но только делов то нет да и нету вот второй век двадцать восемь файлов это я ему показал и в тушенко сергей это же златоуст а мне нужно житья святых оказывается златоуст на там же рядом и житья написаны или я чего-то не разобрался просто в житиях святых климента папы римского только половина файла а второй части нет значит и файл потерялся и опять нашел игнатий тихонович он был еще глубже спрятан зря вас побеспокоил простите вот бог дал двух новиков сергей александрович вот этот но этот сергей евтушенко два сергея сразу пришли помогать игнатий тихонович подскажите если помните у вас где-то в книгах есть разговор с игорем дыбу новым после беседы с кириллом сахаром по моему с ним там вы его пытаетесь наставить на то чтобы он следил за интонацией во время разговора с собеседником так как это может его развернуть другую сторону я прочитала теперь не могу найти вы помещаете себе я же не знал что вам потребуется но у нас восемь тысяч восемьсот роликов восемь тысяч восемьсот да где я и зачем буду заметки делать тем более неизвестно какую фразу обратите внимание это невозможно вам нужно вы сразу себя помещаете где-то архив создайте вот что у меня пишут тут целый год два три у меня вот эти все письма все отдельно хранятся у меня огромным вот это даже не знаешь как назвать на библиотека ли ворд библиотека слава иисусу христу вот так потяну кузьминейшин старшая сестра проверяет как я тут ночь провел вот я уже пишу сергею новикову я всего так боюсь чуть что программисты тут вмешаются так и погорело стоит на ремонте а мне это надо нету шучу небольшие неловкости перетерпим то что то не заладилось мне каждый день много приходится сидеть за ним за компьютером 14 16 часов включая выходные а как хуже стало и все кувырком иду к кому-то чтобы оттуда иметь связь благодарю вас за ваши труды ожившие же оживившие книги и за внимание к моей немощи в интернете сейчас появляются мои книги так по ну чтобы можно было в ю тубе поставить новиков сергей александрович да согласен я больше если и дело и настраиваю компьютер кому несколько дней чтобы отловить все возможные неприятности и переделываю на удобный для человека вид а то изначально у людей на компьютере творится сущий ад я отвечаю у нас в общине два программиста с большим стажем и они мне на подмогу еще два близкие верующие в других тут местах могу принуждение к ним обратиться и мне кажется что аппаратуру продают населению как бы специально не совсем на уровне такая же она хлипкая мне потребовалось по главам разбить насчитанную библию программист полез прямо внутрь процессора я так боялся а он там с отверткой или еще с каким-то инструментом вдруг вспыхнула и погасла долго мне пришлось по людям выкаться потому и боюсь только бы хуже не было только бы хуже не было сергей новиков александрович отвечает и мне кажется что аппаратуру продают населению как бы специально не совсем на уровне такая же она хлипкая мои слова берет не кажется так и есть на самом деле это всеобщая тенденция обесценивание всего и вся в этом мире будь то слова традиции вещи а тем паче люди рустам вот курьез вам хочу поведать о своей жизни на прошлой неделе в среду после маленького конфуза который случился на занятиях по библии скайпе я всех заблокировал включая и вас игнатий тихонович после этого в четверг когда я был на работе вместо большого числа пациентов я смотрел только двух и плюс за окном напротив моего кабинета прямо на крыльце кто-то оставил после себя блевотину далее приключения не кончились когда я возвращался домой проходя мимо недостроенной многоэтажки я чуть ли не получил стеклянной бутылкой по голове она летела с этого здания с большой высоты но к счастью разбилась на некотором расстоянии от меня и мне не досталось а дома я лежал пластом на диване без настроения размышляя о себе происходящим лампочки погасли благодать в одинокой пустоте я не ощущал после я встал и разблокировал вас и продолжил общение лампочки загорелись и жизнь снова закипела забурлила ну то есть кто виноват как-то жириновский делает доклад по тургеневу муму кто ученик отвечает муму щенок главный герой да не может быть но главный герой да кто начинает а тараса глухонемой работника да нет говорит виновата то помещица это вот так и здесь то виноваты вот там все что вы говорите виноват диван главный герой они лампочки не блевотина блевотина это то что вы говорили ему это ваша блевотина не чужая не чужая и блевотина. Вот так начинайте разбирать себя. Вы лежали на диване, вместо того, чтобы молиться, и лампочки погасли. Они вам и не нужны. В темноте молись. Себя рассматривай лучше. Не крути головой по сторонам-то. Вот главный герой у вас здесь. А то бутылка-то спроецирует по темечку-то и расколет тыкву. Итак, главный герой у вас диван. Не ложиться никогда днём. Никогда. Сон урезывать надо. По стому молитвой души. А то физиологически придумывайте разные глупости. Моих родителей и других эти слова не касались. Я никогда не видел, чтобы отец болел. Ни разу. За всю жизнь. Маму видел. Только полчаса лежала. Лежала она. Температура. Говорит, лежать некогда. Там сын работает. Телят навоз выбрасывает. Она пошла. Температура 43 градуса была, как помню. Вот какая была температура. Разделась там внутри. Где телятник. И давай навоз накидывать. Вернулась домой. Говорит, всё прошло. Артём Малыхин. Игнатий Тихонович, приветствую вас. Хотел по поводу бороды узнать. Решил не бриться, но живя в миру, тружусь я мастером на авиационном заводе. Замещаю взгляды. Недоброжелательные. И потом говорят, зарастаешь, как берюк. То, когда ты побреешься, это негигиенично и прочее. Что таким отвечать? Во-первых, это гигиенично. Это гигиенично как раз. Тебе не надо раздражать, его намыливать, оголять. Пыль стряхнул только и всё. Тут всё неправильно. И самое главное у вас, герои, замещаю взгляды. Вам не надо это смотреть. Это ваше лицо. Бог сотворил по образу своему. Иконы все. Христос, апостолы, пороки. Все с бородами были. Ну, посмотри на иконы все. Доброжелательные. Значит, нужно, чтобы одобряли тебе. Да какой же ты христианин после этого? Нарочничный. Что скажут, побреешься. И нам говорили, ну, у нас совсем вообще ни одного с бородами. И так же люди живут. И работают юристами, и врачами на других должностях. Что таким отвечать? Ещё не надо отвечать, и слушать не надо даже. Ещё вопрос. Когда в храме на службе начинают ходить с тарелкой, деньги собирать, бывает так, что их денег-то в этот момент не оказывается. И когда проходят мимо тебя, становится как-то неудобно, что не дал. То есть всё, мнение чужое. Это не христианин. Рождённый свыше ничего не видит этого. Я умер для мира, и мир для меня. Два мертвеца. И вообще, для чего ходят с этим подносом? Ведь это дело-то добровольное. У тебя никто в карман не залазит, добровольное. А ты пришёл, да и ушёл. А деньги не отдал. А так стыдно, глядишь и положишь. Вот они как рассуждают. Или я неправильно что-то понимаю? Подскажите, пожалуйста. Святую десятину убрали, чтобы каждый платил с дохода десятину. И вот пошло теперь это. У нас не ходят с тарелкой. Ни одного дня ни разу не ходили. Я отвечаю. Слушай внимательно. Экклесиаста 11,4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Вот понимаете, что такое. То есть, а ты смотришь на людей, какие слова скажут, облака на тебя напускают. А не от мира. 1 Иоанна 4,5. Потому и говорят по-мирски. Вот кто мирской. Человек, кто мирянин. Это неправильно. Мирянин – это неверующие. И мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Мы от Бога. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узлоем духа истины и духа заблуждения. 1 Коринфянам 2,14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он посчитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надо бы насудить духовно. 1 Иоанна 4,4. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Михей 2,11. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, как сегодня, о монахах и о мощах, вот тогда они будут слушать, о монахах и о мощах, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Вот понимаете, когда начинаю что-то говорить, то переношу уже, называется это, экстраполяция событий на сегодняшнее время. 1 Иоанна 2,15. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Любишь бриться, как мирские все. Пожалуйста. Вся Россия была с бородой. Посмотри на Щековского по порядку. Ну, даже Достоевский, Лев Толстой, писатели называть буду. С бородами все. Даже адмирал Макаров, какая у него шикарная борода. Яков 4,4. Прелюбодеи, прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Это мирское бороду брить. Деньги в храме не давать ходящим царелкам, а положи в ящик сокровищницу, если есть. Скажет, что есть. Ну, если есть деньги, идешь, так ты бери деньги, заранее проверяй себя. Без денег-то и не ходи. Написано, как ты идешь в храм, в дом молитвы, не ходи с пустыми руками. Ну, тут еще говорить. События. События какие? События, вот это мой мир. Вчера приехал батюшка наш, отец Аким. Служба была, я готовился, была у меня исповедь вечером. Ну, какая исповедь-то? Никуда не выходишь, виноват совсем согласен. Ну, нету того, что раньше там было на исповеди. Второе. Вчера ночью, уже сутки прошло, встретили из Казахстана, казашка одна, Загидулина, Рахиль теперь, Райхан звали ее, приняла крещение, от свидетелей старожевой башни пришла, от свидетелей Иеговы, как называют их. И вот приехала, готова не успею, с вами, не сказать, вы умрете, я с вами не встречусь, я ваша духовная дочь, вы родили меня, это все миссия, миссионерская работа идет здесь. Вот что такое миссия. Миссия, это Дух Святой. Я ничего не знаю ее состояния, но она в моих словах найдет то, что нужно. Поэтому самый лютый обман сегодня, это не попы, крохоборы, нет, это миссионерские отделы, самые злобные, самые непримиримые, самые дурные по злобе лезут туда. Зачем? Решают кому, как спасаться, они не знают кому, что сказать. Миссионерские отделы, это даже страшно сказать, что это такое. Они только два человека могут быть, Христос больше двух не посылал, а они там и деньги получают, ну, напишешь ты что-то там, ну, на кого-то, где-то им надо отчет давать, там какую-нибудь статью в своей мурзилке напишут, там, как у нас он, названия такие, «Алтайская миссия». Миссия, а никакой миссии нету. А вот как же молодежь подрастает, я говорю, а чем они занимались? Ну, нынешне они там раскопки делали, где-то в городе Алтае, узнавали, где фундамент батюшкиной комнаты был. Туалет Мартина Лютера нашли, Лютеране. Вот тоже ведь, ну, говорит, каждый по-своему. Ну, вот это мой мир, очень хорошая система, в ней я имею общение. А сегодня посмотрим, вот, наш православный форум. Ой, тут 1600 тем, притом, в конечной степени, дается посещение. Вчера 420, откуда-то почему-то поменьше. Вот. Было 420, ну, а там в среднем 389. Вот оно показано, где. А тут еще меньше на сегодня уже, на 22. Что-то вчера так, вдруг 600, что ли, скакнуло кверху. Кто-то где-то меня поносил, видать, обычно так, где-то Дворкин там выступал, и утром встал, и не поверил, и говорю, что-то сбилось тут. В 20 раз больше посещаемость. Любая антиреклама, это реклама. Они там на рождественских чтениях меня костерили, одну тему посвятили мне и Масленнику Сергею Михайловичу, другая тема. Ну, и вот, людей привлекли. Ну, они пришли, да, ушли, как в магазине зрителей. Ну, а теперь покажу наш видеоканал, большой видеоканал, приближается к 10 тысячам подписчиков и к 10 миллионам просмотров. Тут совсем немного, через неделю, полторы, уже так и будет. Ну, и вот, каждый день я выставляю 10 роликов. События дня. Это все 4 часа назад, ночью я выставлял, 49 просмотров. А в комнате убираем, 197. Вот однажды смотрела я в окно моего дома, 114. Видите как, рядом из Молдавии с человеком беседы, 69. А приехала к нам из Казахстана Рахиль Загидулина, 712 уже. 712. Понятно? Я на Златоуз насчитываю, 9 человек. Библия святая, хорошо насчитанная. 4 просмотра. 4. 4 и 712. Ну, сравните. Тут даже сравнять не с чем. А тут на сегодня рекорд буквально побила кошка рыжая и паля. Выходите на свободу. 110. Вот за это время. То есть, тоже люди так к нам приходят и постоянные вроде, а больше чем интересуются. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Большой очень. Тут все есть. Вопросы, ответы, книги. Ну, на этом сегодня все. Сейчас мы идем в храм. Богослужение будет. И сегодня у нас, сегодня я это уже воскресенье говорю, а еще за вчерашний день. Сегодня 17 декабря 17 года. Мы отмечаем 20-летие, как совершено было на этом месте первая литургия. 20 лет. Вот удивительное дело. Я буду докладывать сегодня. Доклад сделаю. Доклад на собрание. Ну, и смотрите потом. Увидите, за какое число. Все, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok